Эти ребята уже знают главную песню страны. Они гордятся родным гимном и называют себя гражданами России. О третьем государственном символе наш сегодняшний рассказ. Произведение Александрова и Михалкова не просто возвращалось на место главного музыкального символа страны. Государственный гимн Российской Федерации является официальным символом. Его исполнение сопровождается знаками наивысшего уважения. Все присутствующие встают, а военные отдают честь или салютуют оружием. Гимн был утвержден в декабре 2000 года Государственной Думой и указом президента. Сначала на музыку Сергея Михалкова звучали другие слова, но мне кажется, они не вселяли такой гордости, как сейчас. Сейчас в гимне есть и такие слова. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Наконец страна получила свой символ, не подверженный сиюминутным политическим веяниям, исполненный патриотизма, с узнаваемой мелодией, прошедшей вместе с Россией многие испытания. Великая Россия достойна гимна, который говорит не о любви к монархам и вождям, а только о любви народа к своей Родине. Мы верим, что наши дети и внуки будут гордиться его прекрасной мелодией, своей страной, нашей Россией. Скажите, пожалуйста, а как называют жителей нашей страны Россией? Кто мы с вами, Алёша? Мы с вами россияне. Спасибо, молодец. Совершенно верно. В России, ребята, в нашем государстве, живет много людей разных национальностей. Это и русские, и татары, и узбеки. Но они все граждане нашей страны. Страны России. Со временем мальчишки и девчонки узнают, как наше единство подвергается тяжелым испытаниям. Этому в далекой и новейшей истории российского государства есть масса примеров. Ребята узнают о беспримерном мужестве великих граждан, отстоявших наше единство и независимость. Поймут, что день единения не просто красный день календаря, а день памяти о выдающихся россиянах. День нашей национальной гордости. Поймут, что день памяти о выдающихся россиянх. Субтитры создавал DimaTorzok